Кассета четвертая Расстройство деятельности сердца, выражающееся обмороком, есть явление обыкновенное, как последствия эмотивного возбуждения. Легко понять, что если сердце здорово, то от этого не может произойти ничего важного. Но если оно больное и функция его уже надорвана, оно падает под влиянием сильной и бурной страсти. Здесь, как и в других случаях, мы находим, что подобные результаты являются последствием весьма противоположных эмоций, радости и страха, например, которые тем не менее сходны в том отношении, что они быстры и внезапны. И здесь учение Слова Божия о том, чтобы сердце наше не прилиплялось к миру и его приходящим благам, а стремилось к источнику всяких благ, всякого блага, истинной красоты Богу. Также предохраняет человека от сильных и вредных сердечных движений, когда почему-либо человек чувствует глубокую горесть и страх или испытывает сильную радость в священнике Григория Диченко. Действительно, внезапная радость, по-видимому, имеет такое же сильное влияние, как и страх или горе. Казалось бы, трудно понять, каким образом, если одно из двух лиц подвергнут действию подавляющие эмоции, а другое действие возбуждающие, первое останется спокойным, в то время как второе упадет в обморок. А между тем, так бывает на самом деле. Чон Хантери передает лорд Эглинтон, что когда двое солдат бывали присужденных к расстрелянию, и один из них должен был получить прощение после того, как расстреляют первого, тот, который получил помилование и, следовательно, отсрочку, обыкновенно падал в обморок, в то время как осужденный на смерть оставался спокоен. Сэр Филипп Франсис говорит по поводу одного важного события в своей жизни. «В то время как мое разорение только еще предстояло, я чувствовал бесконечно большее душевное расстройство, нежели тогда, когда оно действительно совершилось». Положение, безусловно, очевидное, заставляющее человека немедленно действовать, приводит его к принятию какого-либо решения, и самый факт этой решимости придает силу характеру. В только что описанном случае, как кажется, сознание после того, как оно было, так сказать, приковано к факту неизвестности, немедленно ослабевает, лишь только не представляется ничего имеющего интерес в будущем или настоящем, что могло бы остановить или упрочить внимание. Но, напротив, пока грозит катастрофа, сознание относится к нему стойко и обморока не происходит. Можно было бы, может быть, сказать, что проницающее возбуждение неприятной эмоции действительно мешает обмороку, в то время как приятная эмоция, напротив, благоприятствует ему, расслабляя нервную систему. История Лукреции Давидсон, молодой американки, так рано обнаружившей счастливое дарование к поэзии, умершей с 17 лет, служит доказательством того, что припадки слабости могут произойти от большой радости. Она была, как говорят, так сильно впечатлительной, и настолько развита была в ней чувство прекрасного, что ей сделалось дурно только от того, что она слушала некоторые мелодии Моора, очень нравившиеся ей. И, несмотря на такую наклонность, могущую иметь серьезные последствия, она просила повторения этих мелодий. Настолько были приятны доставляемые ей ощущения. Радость, действие которой так благотворно, когда она умеренно, становится, напротив, вредной, когда она чрезмерна. Мы несколько лет тому назад читали рассказ об ирландском каторжниках, осужденных навечно, которые умерли, узнав, что их помиловали. Два следующие факта хорошо известны. Валерий Максим рассказывает, что две ремлянки умерли от радости, увидев своих сыновей, возвратившихся здоровыми и невредимыми с битвы при Тразиментском озере. Одна из них умерла, обнимая сына, другая же была поражена, внезапно увидав появление своего сына в ту минуту, как она приходила в отчаяние, считая его мертвым. Из истории известно, что Софокл, достигнув преклонного возраста, но еще вполне владея всеми своими интеллектуальными способностями, сочинил трагедию, которая была увенчана, и успех ее был так велик, что он умер от радости. Хилон из Лакедомонии умер от радости, обнимая сына, выигравшего приз на Олимпийских играх. Джилентию Стальма, которому оказывали почести за покорение Корсики, умер у подножия алтаря, где он приносил благодарение. Фукет, как говорят некоторые авторы, внезапно умер, узнав, что Людовик XIV возвратил ему свободу. К этим фактам можно еще присоединить Диагора, радостского атлета, умершего при виде своих трех сыновей, возвратившихся увенчанными с Олимпийских игр, и Дионисия, второго тирана этого имени, который умер, узнав, что его трагедия выиграла приз за поэзию. Нередко приходится видеть, как возбуждение при страхе усиливает энергию все время, пока оно действует. Но как только оно прекращается, организм стремится к реакции. Многие из людей ввиду опасности производят героические поступки. Но лишь только опасность миновалась. Они начинают с того, что падают в обморок. Это так известно, что, кажется, не требует подтверждения в примерах. Между тем, вот случай, передаваемый Хантером. Он так сюда подходит, что мы не имеем удержаться от желания его цитировать. Одна барыня ложилась в постель, как вдруг увидела, что дверь в ее спальне отворилась, и один из домашних лакеев вошел в комнату с пистолетом в руке. Она немедленно потушила свищу, отодвинула кровать от стены, спрятавшись в образовавшийся таким образом проход. В потемках лакей уронил стол, который стоял посреди комнаты. Это его взволновало. Тогда барыня вышла из своей засады и достигла дверей, которые она имела в присутствии духа, запереть за собой на ключ. Она разбудила прислугу, но как только увидела себя вне опасности, получила помощь, так немедленно лишилась чувств, и никто не знал, в чем дело, пока она не пришла в себя. Тогда отыскали преступника, который в свою очередь лежал в обмороке. Некто, фраунд, 52 лет, житель Лондона, в продолжении многих лет служивший чиновником при военном министерстве, пришел в сильное возбуждение после Совета Кабинета 23 февраля 1874 года. Через несколько дней после этого он заболел и в постели уже читал речь, произнесенные Дизраэль в графстве Букингем. Тогда он пришел в необыкновенное возбуждение и стал выражать свою радость от успеха консерваторов, причем поднялся с постели и направился к жене, которая была тут же в комнате. Последняя обняла его и стала было успокаивать, но он вырвался у нее из рук и упал мертвый на пол. Во время следствия доктор Траверстейн представил, что делал вскрытие трупа, признавая, что смерть, ускоренная возбуждением, произошла от болезни сердца. Как пример влияния страха или ожидания на сосудистую систему, мы прежде всего приведем следующий факт. Он касается чрезвычайно интеллигентной дамы, несмотря на то, что испытанное ей душевное волнение касалось другой особо, она тем не менее сама подверглась его влиянию. Однажды она прогуливалась около одного публичного учреждения и увидела ребенка, которым особенно интересовалась, выходившего из железной двери. Затем она увидала, что, отворив эту дверь, ребенок ее не придерживал, так что она готова была захлопнуть за ним. Ей даже казалось, что это непременно сделается из достаточной силы, чтобы раздавить ребенку ногу. Но тем не менее ничего подобного не случилось. Мне невозможно было, говорит она, сказать или действовать достаточно быстро, чтобы помешать тому, чего я боялась. Затем я почувствовала, что не могу больше двигаться. Такая сильная боль развилась в моей ноге, в том самом месте, где я думала, будет ранен ребенок, так что я могла лишь приложить руку, чтобы уменьшить необыкновенную чувствительность. Я убеждена в том, что не сделала никакого движения, которое могло бы мне причинить вывих или растяжение. Возвращение домой мне нужно было пройти приблизительно четверть мили. Было весьма тяжело. Когда я сняла чулки, то увидел вокруг лодыжки круг, как бы окрашенный блестящей жидкостью. С другой стороны было широкое пятно того же цвета. На другой день вся нога распухла, я должна была остаться в кровати несколько дней. Доктор Мармисеис Бордо приводит случай очень похожий на этот. Дело касается одной служанки, которая видела, как пускали кровь ее госпоже, за которой она давно и усердно ходила. Она чувствовала такое сильное волнение, что в момент, когда хирург вонзил ланцет в руку больной, она почувствовала в локтевой складке ощущение укола. И вскоре после этого на этом месте появился кровоподтек. Вот случай, где смена беспокойства радостью очевидно произвела смерть. Случай этот касается 43-летней женщины, дочь которой ехала по железной дороге в тот день, когда произошло столкновение двух поездов. Причем многие путешественники были ранены. Известие об этом тревожном случае пришло как раз в то время, когда мать на станции встречала свою дочь. Последняя недолго спустя прибыла здоровая и невредимая. Порыв радости, сменивший беспокойство, был свыше того, что мог перенести организм бедной женщины. После того, как она заключила свою дочь в объятии, с ней делался апоплексический удар, и она умерла 12 часов спустя. Этот случай напоминает наблюдение, сделанное халером, который говорит, что внезапная и сильная радость часто убивает, усиливая кровообращение и вызывая таким образом настоящую апоплексию во многих случаях смерти, последовавшей от эмотивного возбуждения. невозможно бывает вследствие недостатка сведений определить в сердце ли или в головном мозгу произошло повреждение, вызвавшее роковой конец. Так было с изократом, о котором Мильтон говорит в своих стихах. Известие о бесчестной победе прихороняя роковой для свободы убило этого красноречивого человека. Разрыв легочных сосудов Дискурент говорит о женщине 64 лет, подверженной сильным припадкам гнева. Он видел ее во время одного из них. Ее маленькие глазки сверкали, лицо было налитое, вены на шее широко растянуты, при этом сильный припадок кашля, заставивший ее выплюнуть багрового цвета кровь. Ей помогли, сделав кровопускание. Здесь следует напомнить рассказ об одном медицианском доже. В 1547 году внезапно Франсуа Фоскари умер от кровохарканья, услыхав, как звонили в колокол святого Марка в знак приезда его наместника. Кровавый пот. Между действием эмотивных возбуждений нужно включить разрыв кожных капилляров или просачивание через их стенки количества крови, достаточного, чтобы произвести кровянистую транспирацию. Мы ограничимся привидением одного лишь факта этого рода. Он касается 30-летнего матроса, который полный ужаса во время бури не только упал на пол без слов, но еще на лице у него появились капли пота ярко кровавого цвета. Сначала думали, что кровь идет из носу, или что матрос был ранен во время падения, но вытирая блестящие капли, хирург был удивлен, видя, как новое их заменяли. Этот окрашенный пот вытекал из различных частей лба, щек и подбородка, но дело не ограничивалось этим, потому что когда расстегнули одежду, нашли то же самое на шее и груди. Вытирая и исследуя старательно кожу, хирург ясно видел, что жидкость выступала из отверстий потовых железок. Эта жидкость так сильно пачкала, что когда брали в руки платок, которым вытирали, то все пальцы были в крови. Когда этот кровавый пот прекратился, человек получил возможность говорить волосы. Вообще думает, что горе или страх заставляют сидеть волосы. Существует мнение, более основанное на общественном убеждении, нежели на физиологии, что это может произойти в одну ночь. Несомненно, что нравственные причины могут постепенно заставить посидеть, и это в достаточной степени служит доказательством влияния духа на питание волос. Мы наблюдали изменение цвета волос, то в каштановый, то в серый, соответственно, здоровому или нездоровому состоянию духа. Некоторые лица сомневаются в том, чтобы можно было внезапно посидеть. Вот интересное доказательство этого случай был наблюдаем кокком. Томас в приблизительно 20 лет, сын молочника, был большой, хорошо сложенный и здоровый наружности малый, несколько смугловатый, с черными слегка вьющимися волосами на голове. Его общий вид был вид здорового и хорошо сложенного человека. Занятие его нетрудное, заставляло его быть постоянно на воздухе. Один из его товарищей безрассудно обманул его, будто бы одна молодая девушка из города хочет на следующий день идти в суд с жалобой на него в том, что он был отцом ее ребенка. Бедный Ваан не имел от изумления. Эта новость сильно потрясла и весь его организм. Горькая злоба наполнила его сердце и душевное настроение его было глубоко потрясено. Он поспешил возвратиться домой и лег в постель, чтобы отдохнуть. Но сон бежал от него, голова его горела. Из всех углов его комнаты, как ему казалось, надвигались несчастья. Вот каково было действие плохой шутки. Наступление утра не принесло ему покоя. Он казался подавленным горем беспокойством его волоса потеряли свой обыкновенный свет и обратились в светло-серые цвета железа. Он не понимал, как это могло произойти. На другой день бестолковая шутка объяснилась, но дурные ее действия долго продолжались. Почти двадцать лет спустя, несмотря на его хорошее здоровье, способности его ума сохранились следы жестокого потрясения, которое ему пришлось испытать. Его волоса были совершенно седы и стало очевидным, что он понесет до могилы признаки своего сумасшествия. Сноска Подобные шутки в кавычках и даже худшие допускаются многими первого апреля, причем нередко влекут за собой грустные последствия. Только нравственная одичалость, умственное убожество и совершенное незнание психофизиологических состояний человека объясняют возможность существования таких нелепых шуток. Долг пастыря церкви разъяснять всю их неуместность и могущий быть от них вред. Священник Григорий Диченко Мы знаем одного капитана корабля сорока приблизительно лет. претерпевшего два кораблекрушения Первый раз он потерял всякую надежду спастись Его волоса быстро побелели В другой раз после известного промежутка времени они еще больше побелели Он не мог больше решиться возвратиться обратно в море и вышел в отставку Бетчат влиянием печали у Марии Антуанетты быстро посидели волосы Монтеске сам про себя рассказывает что его волосы посидели в продолжении одной ночи потому что он получил новости о своем сыне который очень его встревожили еще недавно в архиве Верхова доктор Лаудес из Грефсвальда приводил случай быстрого посидения волос но мы не имеем в нашем распоряжении никаких иных сведений об этом факте кроме того что старательно исследуя эти волосы он нашел в самой толще их большое количество пузырьков воздуха Путчат собравший большое количество фактов относящихся к сидеющим волосам пишет следующее тщательные наблюдения сделаны выдающимся физиологом Браун Секвордом над самим собою не оставляют больше никакого сомнения когда пришел известный момент достаточно менее дня для того чтобы волосы наполнились частицами воздуха и приняли свой белый цвет доктор Кассен сообщил историю одной дамы Леклер которая была вызвана в палату Пэра в качестве свидетельницы по процессу Луэлла и которая испытала при этом такое нравственное потрясение что в продолжении одной ночи ее волосы совершенно побелели наконец мы имеем еще более интересное из всех других и решительные наблюдения доктора перри старшего хирурга в Индии дело касается одного восставшего сипая индийский солдат который был забран английскими войсками в 1858 году и которого расстреляли вдруг один из солдат заметил что волоса пленника сделали на глазах всех и обратил на это внимание майора этот последний мог следить за прогрессивным обесцвечением волос совершенно закончившимся в течение того промежутка времени который понадобился для допроса этого несчастного приблизительно в полчаса голландский медик джуниус рассказывает про одного испанского сеньора застегнутого в монастыре и осужденного фердинардом католиком на безглавие он совершенно посидел в ночь следующую за этим осуждением сам Кастильский король вследствие этой причины отменил уголовную кару то же говорят случилось и с Ледовиком Форца в тот день когда он попал в руки Ледовика 12 Генрих 4 рассказывал что во время Варфоломейской ночи он оставался 24 часа уничтоженный держась руками за голову и что по прошествии этого времени борода и волосы его посидели на подбородке и висках где он опирался руками утверждает что сэр Ан-де-Лот скомпрометированный в деле графов Эгмонта и Хорна когда узнал о казни своего брата Петра оставался несколько часов подряд склонив голову на одну руку когда он ее поднял часть его бороды и одной брови на той же стороне были совершенно белых наиболее трогательные из всех этих историй это история Гирини профессора греческого языка Верони человека наиболее возвышенного ума эпохи возрождения по рассказам Верония волосы Гирини вдруг посидели при известии о потере в море ящика с манускриптами за которыми он сам ездил в Константинополь Пучет доказывает что в случаях этого рода нервное влияние поражает пигмент и это на основании того действия которое производит на животных сечение нервов и последовательно обесцвечения при этом той их части в которой продолжается иннервация если например взять рыбу палтус покрытую черными пятнами сделать ей перерезку нервов и посадить в аквариум на песчаное дно что все тело ее побледнее за исключением той части которая более не подвергается влиянию головного мозга нервы здесь весьма несложны и следуют за артериями если посредине тела палтуса отделить два или три из этих нервов то на коже получается поперечная черная полоса соответствующая происхождению этих нервов если разрезать личный нерв то палтус который стал бледным носит черную маску что имеет очень странный вид рыба это как известно живет на песке среди которого с трудом различимо благодаря своему серому цвету но лишь только приближается к ней какой-либо предмет на теле немедленно появляются широкие черные пятна тот же факт доказывает Листер в своих исследованиях над пигментированными клетками кожи лягушки молоко известно влияние мотивных возбуждений на выделение молочной железы и не тронуны те категорические доказательства этого достаточно привести несколько замечательных случаев дискурет приводит случай как в продолжении четырех лет одна молодая женщина внезапно потеряла своих двух детей и одного грудного потому что кормила их грудью немедленно после припадков сильного гнева ссылка знают ли этот факт мужья когда приводят в гнев своих жен в период кормления детей грудью вот действительное подтверждение слов святого апостола Павла любящий жену люби жену свою как самого себя и любящий жену любит самого себя священник Григорий Диченко Каплан заимствует у графа историю женщины которая сильно испугалась неделю спустя после родов за этим последовала потеря молока во первых а затем брюшная и общая водянка мы остановимся подольше на выделении молока потому что изменения в его количестве и составе самым решительным образом обнаруживается на ребенке в расстройстве его пищеварительной системы представляющей для испытания качества молока более чувствительный аппарат нежели всевозможные химические препараты сэра стей купер приводит следующее положение как результат обширных и внимательных исследований выделение молока происходит лучше в спокойном состоянии ума при веселом расположении духа тогда молоко отделяется в достаточном количестве и бывает полезно ребенку наоборот тревожное состояние уменьшает количество молока делает его жидким и серозным и расстраивает желудок и кишки ребенка причиняя внутренний жар и рези припадки гнева у матери делает молоко творожистым что отражается на ребенке резями и зелеными испражнениями горе матери имеет также вредное влияние на кормление и на ребенка потеря близких или неприятная перемена денежных обстоятельств часто до такой степени уменьшает количество молока что делает необходимой посторонней пищей для поддержки ребенка тревожное состояние ума также уменьшает количество и портит качество молока получение неприятного письма внезапно прекращает прилив молока и грудь становится пустую если ребенок болен и мать беспокоится о нем она жалуется своему доктору что у нее мало молока и что у ребенка рези и частые зеленые пенистые испражнения страх имеет очень сильное влияние на выделение молока мне рассказывал врач много практиковавший между бедными что опасение грубого обращения пьяного мужа совершенно останавливало прилив молока на некоторое время когда это случается грудь становится почти пустую а то небольшое количество молока которое продолжает еще выделяться имеет высшей степени раздражающие свойства и проходит довольно много времени прежде чем восстановится нормальное выделение ужас то есть сильный внезапный страх мгновенно прекращает выделение молока сэр астер и купер рассказывает два поразительных случая в которых выделение молока перед тем вполне нормальное было совершенно прекращено этой эмоцией есть даже свидетельство в пользу того заключения что молоко приобретает ядовитые свойства под влиянием сильного умственного возбуждения многие явления которые иначе пришлось бы приписать к простому совпадению подтверждает такое заключение если их сопоставить с фактами менее поразительного но с той же решающего характера которому упоминалось выше один плотник поссорился с солдатом поставленным к нему на постой и солдат бросился на него с обнаженной саблей жена плотника в первую минуту онемевшая от ужаса вдруг бросилась между ними вырвала саблю из рук солдата разломала ее в пуски и швырнула в угол во время свалки пришли соседи и разняли дерущихся к этому состоянию сильного волнения в этом мать вынула ребенка из колыбели где он лежал совершенно здоровый она дала ему грудь и этим решила его участь через несколько минут ребенок перестал сосать стал беспокоиться тяжело дышать и вскоре опустился мертвый на руки матери доктор за которым точно же послали нашел ребенка лежащим в колыбели и как бы спящим со спокойным лицом но все его усилия возвратить его в жизни остались тщетными ребенок умер в этом интересном случае молоко претерпело по видимому перемену придавшее ему сильное усыпительное действие на чувствительную нервную систему ребенка подобные факты рассказывается и другими авторами мистер вардроп рассказывает что однажды ему случилось вырезывать опухоль за ухом одной кормящей все шло хорошо но она вдруг страшно рассердилась и ребенок вскоре после этого пососавший грудь умер в конвульсиях в другой раз его позвали к ребенку которым сделали с конвульсией после того как он пососал грудь кормилицы которые сделали перед тем строгий выговор и сэр Ричард Кроф говорит ему что видел много случаев таких бурдах рассказывает еще три таких же случаях следующий случай взятый из лишних наблюдений автора окажется быть может одинаково ценным для физиолога как пример равно пагубного влияния эмоции другого характера и может послужить вместе с предшествующими полезным предостережением матерям застаивая их поменьше останавливаться на печальных мыслях и вообще не предаваться сильным волнением одна дама у которой было несколько человек детей из которых ни один не обнаружила расположение к болезням мозга и младший был здоровый ребенок несколько месяцев от роду услыхала о смерти от острой головной водянки грудного ребенка одной своей знакомой с которой была очень дружна и семья которая увеличивалась почти одновременно с ее собственной этот случай естественно сделал на нее сильное впечатление и она особенно много думала о нем потому что была в то время разлучена с остальной семьей и часто оставалась одна со своим грудным ребенком раз утром покормив ребенка она положила его в колыбель спящего и по-видимому совершенно здорового вскоре внимание было привлечено каким-то шумом подойдя к колыбели она нашла ребенка в конвульсиях которые продолжались несколько минут и окончились смертью ребенка хотя в этом примере влияние эмоций обнаруживается менее явственно нежели в предыдущих оно все же едва ли может подлежать сомнению естественно что в душе матери при подобных обстоятельствах самым сильным чувством должно было быть опасение за своего ребенка страх что ее собственное дитя может умереть так как умерло дитя ее подруги и весьма вероятно что эта мысль особенно сильно мучила ее в минуту кормления в то утро общий вывод из сказанного приятные эмоции имеют благоприятное влияние на функцию питания таким образом впечатления этого рода приспособленные так чтобы действовать на определенную точку тела могут способствовать к восстановлению здоровья сильные эмоции могут расстроить питание таким образом эмотивное расстройство является первой причиной различных болезней воспалительного характера или тех при которых процесс питания замедляется или вовсе приостанавливается что касается отделений то эмоции вызывая более значительный приток крови к железам увеличивают чувствительность и повышают температуру они таким образом возбуждают эту функцию они могут произвести этот эффект прямо действуя на нервы прилегающие к железам тяжелые эмоции могут видоизменить количество отделений то есть относительную пропорцию тех элементов которые входят в их состав эмоции могут приостановить отделения или слишком ускоряя поток крови в железах или же напротив уменьшая прилив или же наконец прямо действуя на железо вообще же деятельность желез находящихся в специальном соотношении с той или иной эмоцией растет в прямом отношении к силе этой эмоции но тем не менее если эмоция слишком сильна процесс отделения приостанавливаются преодоления безусловно революции и Продолжение следует...